это что у тебя на футболке написано аня тебе один котик ай с днем рождения все тут ребята всем привет сегодня 6 июля день рождения что рассказывать для меня этот день наверно круче чем мой личный день рождения ну нет мой день рождения тоже класс но день рождения моего ребенка для меня это вообще такой класс что просто слов нет насколько это класс потому что я считаю что в этот день год назад и новая я тоже родилась как будто бы вот такие чувства потому что я стала абсолютно совершенно другим человеком и вот уже год прошел я в шоке сейчас 12 часов дня у меня вот такая интересная плечетка все потому что сзади у меня держит мои кудряшки два крабика ну поскольку чтобы все не растрепалась сегодня мы закатим очень крутую вечеринку мы решили устроить супер большую вечеринку я еще в машине с вами поболтаю и на эту вечеринку мы пригласили много гостей друзей родных у нас планируется 25 детей на дне рождения 25 детей представляете но хочется подметить что довольно таки немалая часть детей это мои братья сестра двоюродные ничего ничего вот короче родственники поэтому у нас действительно много родственников ну и гостей тоже много мы позвали заказала они вот такую вот футболку мне один годик ну понятно что по приколу она в этой футболке поедет на свой праздник но там конечно мы планируем а не переодеть и более праздничный наряд в этом блоге я с вами поделюсь не знаю когда покажу может быть сейчас хотя нам выходить через 15 минут короче говоря я заказала нам станет два парных платья сейчас вам покажу видео то что я снимала на телефон как на мне села платье число платье как тебе честно мне не нравится оно такое простое вообще не для дня рождения как будто бы не хватает здесь натяга там вообще какой-то такой типа знаешь ну вообще резинка очень слабая тут такой хвост приносит можно сюда чем положить здесь очень так просто дешево планетка милое платье но мне кажется она даже по цвету отличается выглядит так что отличаются понятно что с прической другой с макияжем не но так не задумано вообще вот так не сидит хочется его пониже я вообще офигела расстроилась и решила что но отнесу его в ателье чтобы мне его подшили поменяли резинку в общем что-то с ним сделали с ним что-то сделали оно стало сидеть как бы лучше но все равно не мой фасон и вообще как будто ну вообще не мое но тот факт того что они точно такое же платье только ну как для малыша и меня хотелось парный образ такая у меня была идея фантазия но я такая ну ладно буду в этом белом платье вообще была идея чтобы мы все были в белом втроем но на самом деле это ничего такого да я считаю что лучше нарядиться так как ты будешь чувствовать себя комфортно красиво чем постараться соблюдать вот этот вот цвет потому что у нас уже много было фотосессии мы любую можем фотосессию провести где мы все в белом ну короче я решила все-таки не быть в белом том платье тем более что даже погода намекает что в нем будет более прохладно хотя короче вчера мы купили мне другое платье такое коричнево винное какое-то очень красивое мне оно очень нравится все что на мне но сидит так как надо ну то есть женственно по возрасту по фасону вот она у меня откликается а будто белый вообще не откликается мало того у них еще разные оттенки то есть вот это платье мое я все равно с собой беру на всякий случай ее платье отличается от аниного по цвету да то есть это вообще не мыслимо если честно не знаю видно ли вам но просто вот посмотрите мое более белое а анина более желтое какое-то я не знаю видно ли вам в живую видно может быть на камере не так видно но вот мое более белое это более желтое то есть просто мне это лично видно и когда я аня на ручки брала в платье мы наряжались ну было видно что они не идентичные наверняка видно ну короче немного я расстроилась вот отдала за эти два платья 17000 это конечно не сказать что прям очень много но знаете немало совсем учитывая что платье ну честно простые платье совершенно простые ну то есть мало того что я еще отнесла его в отелье то есть это не хрена себе а в то платье в котором я буду сколько оно стоит не помню ну короче все равно вот для ребенка миленько а для меня не очень слава подарил нам сегодня цветы с анютой анечка не сюда эти мои эти анины сейчас надо их поставить и вообще подготовиться я думаю сегодня нам много цветов надарят ведь и какая не взрослая свой годик сама ходит по дому тише мне сюда все равно страх чтобы она не упала эти штуки любят повыдирать конечно же кнопки понажимать спасибо спасибо верните на место дамочка вот так нельзя 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 даже в день рождения нельзя так что вот такие цветочки я пока не такая прям супер-пупер красотка на плане рубить красотка короче нам сегодня тупо не повезло с погодой представляете ну как сказать не повезло это громко сказано все-таки на улице сейчас нет дождя даже солнышко какая погода сейчас в москве плюс 20 облачно с прояснением какой ветер сейчас в москве слабый западный ветер 5 метров в секунду это не очень слабый до 9 метров в секунду ночью до 3 это не очень слабый 5 метров не знаю как будет там куда мы поедем ай ну уйди с под стола уйди короче в любом случае это не та же рана который мы рассчитывали я надеюсь что все равно будет комфортно и погодка ближе к 3-4 часам разгуляется потому что в 3 часа у нас сбор гостей мы сейчас туда поедем уже на локацию нам ехать час планируем приехали к двум чтобы ну как-то посмотреть локацию переодеться подготовиться к приходу гостей пофоткаться поснимать пока еще ну будет пусто на площадке нужно конечно так будет комфортно снимать то что когда начнут приходить гости захочется с ними общаться им уделять внимание фоткаться с ними а не самим поэтому хочется приехать пораньше хотя бы на шок чтобы сделать какие-то такие моменты вот так что буду сегодня вам снимать влог еще я пригласила настю девочку которая мне монтирует она будет тоже снимать влог на мою камеру еще у нас будет фотограф валя которая мне помогала как ассистент вот мы из недавних пор перестали с ней работать именно на таких условиях потому что просто так уж вышло что оказывается ассистент мне ну не нужен вот реально мне просто нет заданий даже для ассистента вот поэтому мы с вами всегда на связи как фотограф как с фотографом блогер с фотографом модель с фотографами за ну короче я ее тоже пригласила она будет фотографировать так что все свои люди своя компания близкие еще будут у нас две девочки с ними еще не знакомая их нашли организаторы фотограф видеограф но даже не то что фотограф видео видеограф одна девочка будет фоткать для видео снимать но они обе как бы как фотографы я так поняла что еще я вам должна рассказать в общем большая туса намечается надо сейчас мне покормить аню супчиком не знаю чем-то таким супер пупер сытным а так вот из-за погоды из-за погоды нам пришло все менять у ани будет лук не тот который я планировала хорошо что я на днях заказала ей красивые такие ажурные колготочки они идеально подходят к вот этому платью она ну типа простое но мало того уже ей даже по сути малое 74 размер я уже восемь шестой вообще беру но по сути у него конечно не восемь шестой просто я на вырос беру чтобы было посвободней будет в этом платье из-за того чтобы прохладно на улице в колготках и на голове будет какая-то из бабочек вот этих скорее всего та которая потоньше но вот этот прикольный потому что более массивная и как более праздничный кажется вот обними маму мамочка может быть и хорошо что нет сильной жары надеюсь что хотя бы до 24 поднимется температура потому что у нас же на улице все планируется у нас есть помещение внутри но на улице у нас как бы вся активность запланирована и батуты и пузыри и контактный запад ну короче там столько всего это кто это кто и это кто короче аня сейчас надеюсь машине будет спать пока мы едем все мы почти собираются кушать уже из машины к вам вернусь ну что ж ребята мы приехали а не спит и это не круто потому что мы уже приехали а нас 5 минут 17 может быть и клёк клёк сейчас я пойду куда-то приведу себя в порядок пойдем посмотрим расчетку доставай тогда коляску аня будет в коляске вставать нам пришло взять вонючую грязную коляску белую нашу с которой мы в турцию летали она вся в креме в песке мы просто поняли что если мы возьмем большую коляску то у нас потом не останется место в багажнике для подарков например здравствуйте анютка если чё спит спасибо большое это тебе красота ой такой тяжелый ну а не у тебя потом подаришь спасибо спасибо ну чё а куда цветы может наверное лучше убрать скорее всего занесем их спасибо большое привет мой родной с днем рождения спасибо нет минут 15 стоят стоят красавцы сразу раскладывать в лежачий ну вроде нормально по погоде знаете мне хорошо мне комфортно сейчас мы ребеночка положим в эту коляску и все хорошо что взяли вещь пригодилась братан вот эти для вас красные страшные розы и нежные ромашки пожалуйста продаете я сегодня отдаю ну понятно спасибо вообще да мило красиво ну класс это вообще красота очень мило и мне очень нравится вообще ну то зона конечно топчик прям так ребят анютка анютка спит вот слава богу надеюсь хорошенько долго поспит потому что если она выспится тогда праздник она оценит во всей красе здесь просто нереальная красота у нас тут работают операторы моя настя приехала которая мне монтирует рилса снимает делать короче вот такая здесь красотища а не один годик шарики все в таких желто-белых тонах решили делать ну типа не розовая вообще как мило жду не дождусь когда будут приходить детки и наверное так все это понравится наши организаторы любимые кто нам свадьбу делал не подвели нас ни разу вот на стифет кстати тоже гендерпати организовывали наши девочки special moments правильно так что тут подарки видимо класс какая атмосфера все готовятся мой каблук застрял надо здесь аккуратно ходить вот так вот мы будем видеть как идут к нам наши гости мама с они куда-то ушли по погоде могу сказать что бомба вообще по погоде прям хорошо ну чё валю тоже здесь да можно пока нас вдвоем со славой может и без анюшки прикольно прикольно мне нравится топчик да какие-то видео игры для деток мне так нравится что у нас газончик я так мечтала именно о такой атмосфере на праздник вот иногда правда ветер поднимается но в целом небо чистое тут очень красиво эклерчики панкейки какие-то вот такая у нас фото зона сюда можно зайти и ты как в коробке как куколка только пока непонятно куда заходить по ходу прям вот сюда и залезать вот такие ромашки красивые как мне нравится вот такой батут вот тут есть даже информация о том что можно что нельзя кому интересно этот милый белый батутик в аренду нам обошелся 50 тысяч даже по 55 за эти деньги можно купить большой классный батут с разными лазилками горками но не будет белый и его не украсишь поэтому вот такие батуты я смотрел на marketplace и по 200 по 300 тысяч стоит представьте себе я в шоке нам покупать такой не надо в аренду взяли конечно короче все здесь просто супер мило надо мне выйти в телеграмчик показать какая здесь красота вот отдам наверное настюшки камеру короче я радуюсь пока все супер главное чтобы анютка хорошем настроении проснулась анютка спит сейчас уже начнут приходить гости но ничего страшного пусть отсыпается ребенок у него сегодня праздник красивые вынесли чтобы водка с этим сейчас его унесут наверное более безопасное место потому что из-за ветра у нас там даже попадали некоторые басочки с цветами но думаю что ничего страшного нам уже приехали наши может сказать не первые вторые гости вот можем с ними пополкать вот так что пока сказать нечего пока кучи гостей нет дети тоже все плюс-минус спят не приехали так что пока движуха не началась пока просто дышим воздухом все ребята пригодим по тарелочке вкусненькая картошка крюк по сторонним вход 500 рублей так ребята рассказываю выпила уже два бокала шампанских это вообще на меня не похоже здравствуйте здравствуйте а вы тут что-то смешное обсуждали что нельзя было записывать вы про женщину какие красивые мы про жизнь и про роды подготавливали нашего бойца понятно понятно ну ладно у нас тут мамочка ну что не спит пупсик ты мой сладенький ой какой колясенький ой какой он у вас сладкий тьфу на него я вообще кайфую такая атмосфера классная прям у нас есть компания мужчин которые обсуждают партнерские роды есть девчонки которые обсуждают будущий род есть просто клубы по интересам все где-то сидят лежат едят пьют ябли шампанское наслаждаясь одни дети прыгают на батуте другие пузыри пускают третий пол тут бегают в общем просто фазенда если бы он ползал мы не убегают дейкинское мясо а вам принесущую чашу ой ну я бы может съела да вот класс класс ну я точно хочу что-то давайте все да давайте только мне положить некуда я возьму спасибо пиво пожелание еще наверное личного единорога я знаю единорога вот этот я уже придумал так итак ребята наша значит сейчас поддерживать нашу имениницу потому что ей придется можно но я думаю она справится если не совместно с помощью нас итак давай 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 Когда припит, когда припит, она не танцует, как кто-то припит. Доброе утро! 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 Ну вот, я не знаю, какие-то наверняка мне адресовали, какие-то анюточки. Ой, красотища, какая же красотища. Такие миленькие. Они вообще все красивые. Они все очень красивые. Еще тяжелая вот эта корзинка. Ой, вообще красота. Так, девчонки, я уже давно смыла макияж. Мы, конечно же, вообще не разобрались со всем, что у нас с собой есть. Ну, типа, сумки не разобрали, там вообще трэш. Единственное, что мы сделали, это расставили цветы по вазам. Слава сделал салатик, который мы поели весь, просто целую кастрюлю салата. Потому что на празднике мы чуть-чуть что-то поели, но вот так вот прям насладиться полностью едой не смогли. И обычно после праздника еду мы забираем. Вот, какую-то часть еды забрали мои родители на дачу. Ну, короче, типа, ну, забрали какую-то еду, какую-то еду даже гостям дали. Вот, так что никто не останется сегодня голодным. Короче, поели. Сейчас пойдем отдыхать. С чаечком. Сейчас время 0.13. Уже новый день. Вот и пришел этот день. Этот счастливый день. Я вообще очень радуюсь. Мне очень нравится то, что мы сделали такой праздник. Он был классный. Все было идеально. И я так люблю, когда все именно так. Сами знаете. Анюха спит. Все хорошо. Что там? Спит. Что хочу сказать? У меня есть некоторые мысли. Во-первых, я очень рада, что мы обратились к организаторам, которые делали нам свадьбу. Они мне прямо вот как родные люди. Вот я не знаю. Девочки, я их просто обожаю. И, наверное, они посмотрят это видео. Вот. Хочу им сказать спасибо большое, потому что... Вот реально, я даже сегодня сказала, говорю, мы просто одно такие нам уже родные люди, потому что на таких... Такие праздники для нас вы организовывали, делали важные. И мы сегодня обсуждали. Я говорю, я не знаю, почему не вы делали нам гендер-пати? Ну, я сказала, типа, почему так вышло, что я им не написала, потому что я просто даже не успела додуматься им написать, так как мне другое агентство написало. Ну, и ладно, не будем поднимать, короче. Вот. И я просто к тому, что все так классно прошло. Большое спасибо нашим организаторам. Они прям молодцы. Очень многое предлагали от себя. Типа, давайте вот это добавим. То есть идеи какие-то классные подкидывали для праздника. То есть у меня были свои какие-то референсы в голове, то, что мне бы хотелось от этого дня. Как я его вижу. Ну, конечно, очень много классных идей. Предлагали именно наши организаторы. Все опять быстро организовали. Классно и качественно. Я не знаю, ну, это просто супер. Я рада. Я очень рада. Мне хочется еще каких-то праздников. Я получила большое удовольствие. Я вообще люблю праздники, оказывается. Я не знаю, как она нашла. Я люблю праздники. Мне нравится это все. Мне нравится, оказывается, мероприятие. Что со мной происходит, девочки? Всю жизнь я это все не любила. Мне это не нравилось. Я никогда не любила устраивать какие-то торжества, вечеринки. А сейчас мне это так нравится. Я так начала тянуться к людям, к общению, к новым знакомствам. У меня появились новые знакомства. И как родилась Аня, у меня появилось много новых друзей. Ну, хорошо, друзей это громко сказано. Но людей, понятно, среди блогеров, да, моих коллег, с которыми мне так приятно увидеться. У нас столько общего. У нас дети. Мы друг за другом следим, комментируем. Ну, то есть это, конечно, не назовешь прям дружбой, понятно. Потому что дружба это все-таки... Ну, вот мне слава, мой муж. Он мне как бы друг, да, в том числе. Понятно, для меня дружба это что-то очень прям... Но, по сути, могу, так сказать, приятели. Очень теплые приятельские отношения. И очень приятно встречаться на каких-то мероприятиях, праздниках. Класс! Я прям довольна. Я чувствую, что... Ну, вот если говорить про Аню, про ее настроение сегодня, оно было так себе, скажу честно. И, конечно, это не совсем праздник прям для нее получается. Потому что она не могла, ну, типа, насладиться всеми движухами. Там, мыльными пузырями, аниматорами. Ну, то есть, конечно, она маленькая еще для этого всего. Ну, что теперь не устроить праздник? Все-таки, как я и говорю, это и для меня тоже праздник, для Славы. И у нас много друзей с детьми, для которых мы хотели тоже сделать классный праздник. Поскольку это детский день рождения, я считаю, что у нас это получилось. Аня, конечно, все равно было прикольно. Ну, для Ани, наверное, это, можно сказать, плюс-минус простой ее день. Просто с элементами активности. Активности, много людей, музыка. Все равно были моменты, когда она прям веселилась, смеялась на своем дне рождения. Ну, конечно, наверное, из-за того, что ей много людей. Плюс у нее зубы. Хочется подметить, она последние три ночи просыпается ночью. Грустит. Мы ей даже делаем огушу, хотя она у нас уже перестала ночью вообще кушать. То есть она спит ночью, вообще не просыпается. И, конечно, вот последние три дня мы прям ночью просыпаемся, типа в пять утра. И около часа можем не спать, потому что она беспокоится. И не то, что она плачет, а именно вот проснулась, сидит, ворочается, так, что-то помычать может. Вот. И, конечно, как бы настроение так себе. Плюс у нее там слюни вот это все, она пальцы в рот. Ну, короче. Ну, что поделать? Что поделать? Вот эти зубы. В любом случае ребенка можно отвлечь от вот этого всего. Короче, я довольна, я довольна. Хочется скорее уже смонтировать этот влог. Не мне. Настюха, привет. Вот. Очень рада сегодня еще у нас на празднике была Настя, которая монтирует мне видео. Мы с ней уже сколько-то там месяцев, кстати, надо посмотреть, сколько месяцев работаем вместе. И это тоже, типа, в этом году новое знакомство для меня, новый человек, можно сказать, в моей компании. Манде. Вот. И я очень тоже была рада и увидеться. Ну, короче, прям, знаете, круто. Мне нравится вот эта вот социальная жизнь. Я вообще думала, что я не такая. Из-за чего это? Я взрослею? Что-то меняется? Мне очень понравилось. Я видела в комментариях, люди удивились, что у нас на дне рождения Аня была Аня Хелькевич. Мы с ней лично виделись, наверное, один-два раза, но не было такого, чтобы мы с ней стоим, прям болтаем, чтобы подружиться, классно познакомиться. Мы пересекались, мы заочно знакомы, друг на друга подписаны. Вот. Конечно, я давно тоже за Аней слежу. И я просто подумала, что день рождения — это отличный повод для того, чтобы познакомиться. Решила пригласить. И она пришла с дочками. Это так здорово. Мне было очень приятно. Я, в общем, много кого звала, на самом деле, но не все смогли. К сожалению, кто-то был просто не в городе, у кого-то были планы на этот день. Но благодарна всем, кто пришёл, всем, кто поздравил. Для нас это очень важный день. Ну, короче, я радуюсь. Я радуюсь, и я считаю, что праздники — это супер, потому что иногда этого так не хватает жизни. В общем, всё. Я хочу закончить этот влог. Хочу поблагодарить всех за поздравления нашей дочке, меня, ну, нас как родителей. Для нас это очень важно. В какой-то степени даже немножко выдохнулось. Вы знаете, год. Всё, год. Идём дальше. То есть вот такое какое-то. Идём дальше. И даже не верится, что уже год, как мы родители. В общем, столько мыслей. И я вчера даже плакала. Делала постик с фоточками с Турции. И это вообще... Это немыслимо. Ты живёшь, живёшь. Жизнь так быстро идёт. Поэтому хочется как можно больше таких больших праздников, если это можно сделать. Всех люблю, целую, обнимаю. Прощаюсь, пошла отдыхать. Время уже пол первого. Вот. Я пошла, у меня ещё миллиард фоток впереди, которые надо отсмотреть. Завтра ещё куча работы. Послезавтра мы решили поехать на дачу. Надо ещё всё это разбирать, разгребать. Буду снимать рилсики, наверное, про подарочки. Так что обязательно потом ждите. Подпишитесь на мой Телеграм. Там всё показываю, рассказываю. Показываю то, чего нигде не увидите. У меня там реально интересно. Реально. Так что подпишитесь. Всё. Всех люблю и всем пока. Ребята, всем привет. Ой, господи. Я сейчас поеду на съёмки. Что мне для этого надо? Вставить навигатор. Сегодня 11-е. Начнём с этого 11-е число. Вчера мы приехали с дачи. Поздно вечером. Ну, не прям поздно-поздно. Ну, где-то в 9.20-9.30 вечера. В 10 у нас Аня обычно спит. Поэтому мы приехали. Её надо ещё там покормить. Попить и сделать перед сном. Короче, помыть. Потому что всё равно потно из дачи и так далее, и так далее. Мы вчера были на даче у Славы. Короче, я еду на съёмки к Ассоль. Кто знает такую? Она, по-моему, если не ошибаюсь, вообще как журналист. Она же телеведущая. И, скажем так, она жена рэпера Эсте. Мне всегда хочется какие-то моменты по типу жена, муж говорить в последнюю очередь. Особенно, если человек из себя что-то представляет. Я думаю, что Ассоль как раз из тех людей, кто из себя прям что-то представляет. И хочется её, конечно, хорошенько правильно представить. Классная девчонка. Мы с ней много раз уже пересекались на мероприятиях каких-то, на днях рождениях. Но мне кажется, в основном, чаще всего мы у Насти все отвидимся. У нашей общей подруги, получается. Вот. И я сейчас еду на съёмки. Мне прям очень повезло, что это недалеко находится. Прямо около Смэйл Студио. Я сначала подумала, так, мне нужен навигатор. Где мой навигатор? Я подумала, зачем мне навигатор? Я так знаю, как туда ехать. В общем, у нас назревает очень неприятная ситуация, связанная с ремонтом. Я бы даже была... Нажмала это даже скандалом. Но, пожалуй, об этом мы с вами поговорим в другом ролике. Потому что... Ну, нельзя перенасыщивать информацией, понимаете? И я пока не знаю, что у нас там... На каких масштабах скандал. Я про ремонт в квартире. Мне кажется, над нами уже все, кто только может, ржёт, что у нас так долго. И вот вчера разродился гром среди ясного неба. Не буду в подробности вдаваться, но... Или нижняя кошка в виде меня превращается в заблезубую пантеру. Что сказать? Плохо всё, очень-очень всё плохо. А вот, знаете, как-то всё... Каждый месяц себя как будто бы успокаиваю. Ну, ладно, ничего. Всё равно лето быстро пролетит. Главное, чтобы всё было качественно. А ремонт всё идёт, 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 идёт. Сроки всё дальше и дальше, дальше и дальше. У нас уже, блядь, дача, мне кажется. Дом скоро будет готов. Сегодня как раз мы с Лили созвонимся тоже. Потому что вообще такие проекты, конечно, так быстро не делают. И я, по сути, от Лили требую, чтобы она бросала все свои другие дела. Ну, условно, да. И работала над нашим домом на даче. Ну, потому что, конечно, нам прям очень это всё горит. И она старается сделать всё возможное. Ладно, об этом поговорим в другом видео. Не хочется сейчас позднить себе настроение. Короче, пригласили меня сняться в видео у Ассоль. У неё на канале есть шоу. Как-то Карина в гости ходила. У них был выпуск про замершую беременность. И сегодня, получается, иду я как гость. Ну, я не главный гость. Там не знаю, сколько ещё человек будет. Помимо меня. Собственно говоря, мы будем говорить про... Предложили выбрать тему. Я выбрала эту, потому что это единственное, что мне было более близко. Из всего того, что предложили. Тема выпуска «Замуж не втерпёшься». Слава немножко такой, типа, блин, ну сколько уже можно мусолить эту тему. Потом будут писать в комментариях, какой я плохой. Что я так долго делала предложение. Что, там, я тебя не люблю, ещё какую-нибудь херню. Ну, я как бы согласна. Я согласилась сначала. Потом тоже подумала, типа, блин. Просто там ещё был вариант тема, типа, РПП. Или там неравный брак. Или что-то родители, типа, против. Ну, короче, знаете, разные такие темы предлагали, которые можно было бы обсудить. И я поняла, что как бы из всего того, что предлагают, единственное, что я действительно проживала. Я Славе говорю, ну, типа, блин, я ничего нового, мне кажется, ну, в том плане, что ничего такого, о чём люди некоторые, да, не знают. Я ничего такого не расскажу. Но мне кажется, должна получиться интересная беседа. И у Ассоль там тоже гости какие-то приходят, которые тоже свои истории рассказывают. Поэтому, я думаю, должно быть интересно. Я нарядилась в своё новое платье, в котором я была на дне рождения у Ани. Возможно, кто-то скажет, что за хрень. У тебя же есть деньги. Покупай себе каждое платье на разные случаи жизни. А мне вот оно так понравилось. У меня есть наряды, которые я ещё никуда не выносила. Так правильно говорить, да? Короче, нигде свои наряды ещё не демонстрировала некоторые. Но мне вот хочется в этом платье. Я считаю, что оно очень мне идёт. Очень мне идёт. У меня там были разборки в Телеграм, что и тряпка какая-то растянутая. И вообще люди ожидали от меня, что я приду вообще в чём-то более классном, более прикольном. И у нас будут парные луки с Анюткой. Но я уже показывала и в Телеграм тоже. Подпишитесь на меня, что там парные луки. Как бы такое себе дело. Ну, короче, я вот смотрю фотки, где я, ну, на дне рождения у Ани. Мне кажется, я шикарно вообще выгляжу. Поэтому я вообще не жалею, что я пришла в этом платье. Я даже посмотрю. Может быть, куплю его ещё на размер меньше. Потому что оно мне... Ну, не то, что великовато. Это вообще как бы эксцесс. Но у него такой материал, типа тянется, но тяжёлое оно. Не знаю, как эта ткань называется. И вот была бы она более узкая, было бы ещё лучше. Сидела бы ещё лучше по фигуре. В общем, еду. Не сказать, что опаздываю. Приеду прям ровно вообще во сколько попросили. А вообще я должна была в 16.30 приезжать. Но попросили какое-то другое время. Потому что там что-то не получается. Ну и, короче говоря, еду как к трём. Ну, предложили время три. Я говорю, давайте. Три. Мне супер подходит. Потом попросили пораньше на ещё 15 минут. Поэтому как бы я так и приеду. В 14.44 сейчас показывать я буду. Я не опаздываю, но мне бы хотелось ещё раньше приехать. У меня с собой есть кофе. Мои новые классные очки, которые я забыла на день рождения дочки. Планировала быть в новых красивых очках. Так, жарко, пипец. Вот в спину мне нахер не надо дуть. Мне лучше дуй в лицо. Машина. Вот так, хорошо. Думаю, весь макияж течёт уже. Просто тороплюсь, поэтому даже не успела ничего в машине отстроить как следует. Чтобы было комфортно. Ой, хорошо. Что рассказывать? У нас дома срачи. Я вчера ночью мыла полы. А, вообще просто шок история. Мы же вчера приехали с дачи, как я вам рассказала. Слава пошёл смотреть футбол, потому что у него футбол. Окей. Ладно. Ему нормально, когда дома всё разбросано. Его, как мужчину, это устраивает. Его не волнует, что там где-то что-то валяется. Ему спокойно с этим живётся. Я бы тоже так могла. Но из-за того, что я такой человек, я не могу лечь спать, если что-то разбросано. У меня точно такая же бабушка моя, Надя, которая по папе. Папина мама. Она точно такая же. Вот мы к ней в гости заезжали, и мы болтали об этом. И кто-то скажет, вот почему Слава тебе там много всего не помогает по дому, не убирает, вместо футбола он должен поднять свою жопу и убирать. Кому он должен? Не должен. Так-то. Он мне помогает по дому. Возможно, я бы хотела, чтобы он мне ещё больше помогал, потому что у меня есть мои заморочили. Но по сути, если ему не мешает жить то, что у нас где-то что-то разбросано, он знает, что это можно убрать завтра, послезавтра. Я просто не смогу жить завтра, послезавтра с разбросанными вещами. И получается, что это только моя проблема. Вот это интересная тема, надо её поднять. Потому что Славе, например, не мешает спокойно лечь спать, какая-то пыль условно. А мне мешает, я не смогу. Получается, если мне это мешает, почему он должен? Не знаю, вместо того, чтобы лечь отдохнуть после долгого дня в дороге, потому что мы с одной на даче на другую, потом кучу вещей он насеял. Ну, короче, вроде как он не должен. Но я, конечно, ходила без силы и думала, я так хочу лежать, но я не могу, потому что у меня что-то в голове, и мне нужно убираться. Я через 2 минуты уже буду, и поэтому должна быстро успеть вам рассказать эту историю. По где-то 11 с полдвенадцатого, мне даже кажется, стучат к нам в дверь. Я думаю, блин, может, я что-то громко там пошумела. К Славе, говорю, стучат в дверь. Он выходит, и я слышу, мужчина говорит, ну что, магарыч будешь ставить? А это, ну, как типа магарыч, как-то обычно говорят, как отблагодарить, там, знаете, поставить бутылку, отпраздновать, что-то такое, вознаграждение условно. Ну, короче, я уж не помню дословно, как это правильно переводится. Слава такой, типа, что за фигня? Он думает, что Слава ничего не понял. Он не понял, что за фигня. Оказалось, что Слава потерял свою сумку на улице. Сумку, в которой у него было 150 тысяч наличными, паспорт, все карточки, документы от машины. Ну, ключей от машины там не было. Короче, он просто ее выронил на улице и пошел смотреть футбол. И мы еще ржали, ну, точнее, не то, что ржали, он был в шоке. Он даже не понял, что у него сумка пропала, потому что он, ну, вообще, с чего бы. Он говорит, я бы узнал, что у меня сумка пропала, вот я бы сегодня, вот сегодня, в этот день. Он бы проснулся и пошел, например, за кофеечком. Он бы захотел взять свою сумку, а сумки не оказалось, и только тогда он бы начал переживать. Какой-то парень нашел сумку, этот парень пошел к своему другу, ну, в наш подъезд. Его друг живет в нашем подъезде. А этот друг открыл там, посмотрел документы и понял, что это Слава. Он его знает, потому что, ну, мы как бы живем в одном подъезде и не один раз виделись с этим человеком, кому пришел тот парень, который нашел Славину сумку. Короче, это взрыв мозга. В итоге Слава отблагодарил, дал 40 тысяч. Кто-то скажет, это мало, он бы мог больше потерять. Ну, мне кажется, это хорошая цена, как бы вознаграждение, что нашли сумку. Понятно, что могли бы украсть эту сумку, но, как бы, такой грех надо же брать. В общем, конечно, спасибо большое этому молодому человеку и другу этого человека, потому что они могли что-нибудь там придумать, ой, давай, типа, туда-сюда. Но мы бы потом могли по камерам посмотреть, потому что сумка, ну, где-то во дворе потерялась, а мы шли прямо около подъезда, где камеры. Короче говоря, такая вот интересная история. Повезло очень Славе, что его сумочка нашлась, принесли прямо домой, и он был вообще в шоке, потому что потерять такую сумочку, это было бы неприятно. Во-первых, это куча геморроя, менять документы, короче, жесть. В общем, ладно, так, я ищу парковку, надеюсь, встать. Вот я и встала. Прямо как будто одно место для меня. Надо сейчас убедиться, что это неинвалидная. Да, неинвалидная, на нем не нарисованы, и знак стоит пост, высокий. Что-то перепроверить мне надо информацию. Я, получается, прямо идеально встала и опоздала на две минуты. Сейчас я позвоню, чтобы меня встретили. Но сначала припаркуюсь, потому что приключения мне тоже такие не нужны. Так что мир действительно не без добрых людей, и эта история, это просто шок. Я тоже вчера офигела. Слава потом еще где-то час, наверное, приходил в себя после этой истории, и говорит, я в шоке, я в шоке, что вот так вот люди принесли сумку, и вообще, как он ее потерял. Ну, я, конечно, как всегда про себя, и ему вслух проговорила, что я не умею, что ты безалаберный, нет, чтобы разобрать свою вещь, потому что я ему про это и говорила. А когда он лежал, смотрел футбол, я там разбирала миллиард вещей, куча грязных бутылок, сагуши и так далее, соски, просто грязное белье, все с дачи, мы только приехали. И я ему говорю, типа, не хочешь что-то разобрать? Я устал, типа, я хочу лежать. И я ему говорю, вот если бы ты сразу встал, пошел уже собирать свои вещи, ты бы хотя бы узнал, что ты сумку свою потерял. Но по сути, он даже, ну, не успел понервничать, ни минуты. Он даже не знал, что он потерял сумку, просто ему принесли сумку, и все, что он получил, это минус 40 тысяч. Так что все, я пошла сниматься, вам пока-пока. Так, ребята, я уже приехала. Здесь такая атмосферочка. Вот Ассоль, к которой я приехала. Сейчас. Конечно, да. Да-да-да. Ты в кадр вместе? Как у вас тут все круто. А ты потолки тут показала? Потолки шикарные. Красно. Я подписала документики о том, что я согласна, что в меня использовали в общем, видео, все, съемочки. Так что, пошла я в кадр, обязательно ждите. Я думаю, будет очень интересно, тем более, что здесь есть психолог. Так что, посмотрим, что скажет психолог. Наверняка скажет, что я сумасшедшая. Почти все. Девчонки, я закончила. Иду к машине на каблуках. Сейчас машине переоденусь в своей шлепке, которую я взяла как раз для удобной езды. На улице жара, лето, класс. Не знаю, как там. Анютка спит, не спит, наверное, уже, конечно, проснулась, потому что у меня уже дома часа два, наверное, нет. Ну, нормально. Не так уж долго я уехала. Так что, в планах подарки разбирать Анюткины. Посмотреть влог из Турции с монтированной для того, чтобы скорее его выпустить. Так, ну, выгляжу я вроде хорошо, да? Я просто сделала в кадре. Вот, кстати, так. Я, получается, сидела в кадре вот так. Планировала вообще волосы полосу назад. Что-то я забыл из перед съемками вообще посмотреть на себя, понять. Мне кажется, все прошло хорошо. Классно поболтали. Вообще, я довольна. Вообще, зовите меня в шоу. Классные, разные. Пишите моему менеджеру на почту. С удовольствием рассмотрю ваши предложения. Мне вообще нравится. Такая движуха, интервьюшечки, шоу. Я, честно, с удовольствием. Мне кажется, я интересный собеседник, по крайней мере. Вижу тенденцию, что меня зовут и зовут. Так что... Ой, я же не переоделась. Так что, написать, что я какая-то мне интересная, не пройдет. У меня есть туфли. Что, у меня сегодня должна прийти посылочка. Вообще, я могла бы и на каблучках поехать за рулем, но на чем? В общем, все хорошо. Уже не нужно сдать анализы. Я так и не сдала. То, что вот у меня нутрициолог, получается, мне не по питанию надо, а чтобы мне назначили какие пить витамины, может быть, что больше добавить в рацион свой. Короче, надо сдать разные витаминчики, разные анализы. Какие-то я сдала половину до Турции и потом уже остальное не успела. Короче, чтобы сдать анализы, нужно всего-то не пить вино на ужин и записаться рядом с домом где-то, господи, там мне УЗИ назначили сделать щитовидки. И волнует меня вопрос с ремонтом в квартире, с ремонтом на даче. Все остальное вроде хорошо. у нас легко не появлено. Анюта 40 минут проснулась и еду домой. Мы посмотрим потом. Сказали, что выйдет не скоро, типа не в ближайшие неделя. Я думаю, не в ближайшие. Я обязательно с вами поделюсь, когда мне пришлют. Вот, посмотрите на меня, потом напишите, как я там выгляжу, сильно ли видно там мою седину. Я хочу, знаете, что, покрасить волосы в каштановый. Ну, типа темно-коричневый, каштановый. Хочется добавить немножко огонька. Вот, мне очень нравится вот этот цвет. Ну, не в такой покраситься, но просто мне хочется немножко оттенить свои волосы, быть более роковой. Хотя, мне кажется, я и так роковая. А еще, кстати, зацените, видите, как выглядят мои ресницы. Все дело в том, что мой мастер Оксана, она мне дала гель для ресниц. Он просто, типа, как фиксатор для ресниц, для бровей. Вам его тоже покажу дома, как-нибудь, надеюсь, не забуду. И я им, получается, себе укладываю ресницы. Это бомба. Они выглядят как мокрый эффект, такой сексапильный, прям, брюнетки. Мне очень нравится, поэтому Оксана большая патила. Она мне в прошлый раз, как-то я к ней приходила, так делала, наносила гель. Я такая, ну, прикольно. А тут она мне прям взяла, отдала гель у нее, ну, можно, кстати, у нее купить, если вдруг к ней, к моему мастеру пойдете на ресницы, она прям, у нее он всегда есть. Короче, я вообще в шоке. Я им теперь каждый день пользуюсь. Ну, не каждый день, а когда вот у меня съемки, и чтобы я была красотка, наношу на ресницы, он не какой-то, не каменный, нормальный он. То есть фиксирует так, просто, можно сказать, их форму задает. Даже не форму, а чтобы аккуратненько все было. Так, ладно, ставим домой, что-то так хочется кушать. А, тогда, конечно, мне хочется кушать. Я сегодня толком-то ничего не кушала. Так, мне до дома 15 минут всего. Всего. Отлично. Так, мне же парковку завершить. Короче, я прям радуюсь, радуюсь, и немножко грущу, потому что я так и не начала работу над своим шоу, что самое удивительное, я планировала по бюджету на шоу потратить, ну, типа, миллион. миллион, миллион это что? Это студия, съемочная команда, монтаж, там, два-три съемочных дня, какая-то декорация, звук, ну, короче, ну, условно, миллион, плюс-минус. Мы тут на день рождения дочки потратили, даже больше миллиона, я понимаю, что вот все в моих руках, нужно просто этим заниматься, заняться, а еще, это я с вами просто делюсь наболевшим, и меня это расстраивает, что я так это и не сделала, потому что я постоянно нахожу себе оправдание, мол, типа, когда мне это делать, у нас то путешествие, то ремонт, то туда-сюда, но на самом деле все можно сделать, было бы желание, а у меня есть оно как бы, как бы есть, но, видимо, не настолько сильно, а еще я хочу найти себе пиар-менеджера, то есть у меня есть менеджер Кирилл, Анечка есть мой менеджер, но вот именно пиар-менеджера у меня нет, мне кажется, что он мне нужен, я хочу, чтобы у меня был человек, который будет находить для меня классные шоу, классные мероприятия, на которые я буду приходить, хочется, может, где-то в телевизионные программы, хочу пробовать себя в разном, я так просто с вами делюсь, в том плане, что я обычно вообще очень сильно волнуюсь каких-то публичных выступлений, съемок, где-то там шоу, программ, передачах, я всегда очень переживаю, нервничаю, но знаете, что интересно, каждый раз, когда я прихожу на разные какие-то съемки, шоу, там интервью даю, ну неважно просто, то, из-за чего обычно я волнуюсь, нервничаю, думаю, то, что вдруг там, не знаю, что-то пойдет не так, я что-то скажу не так, буду как-то выглядеть не так, буду недостаточно интересна, недостаточно хороша, ну короче, вот это, знаете, неуверенность себе, сейчас, да блин, мне кажется, это вот рождение ребенка так влияет, если честно, я думаю, в смысле, я чего-то должна волноваться, переживать, я мать в декрете, но нет, я просто угораю к тому, что дети действительно очень меняют, и сначала рождение Ани, ну, меня поменяло в том плане, что я сидела много дома, прочее, раньше я думала, что со мной неинтересно, потому что я, типа, постоянно с ребенком, и все, о чем я могу поговорить, там, не знаю, колики, ну короче, мне же писали как раз, все-таки хейтеры очень влияют на нашу жизнь, если удается не концентрировать свое внимание на хейтерах, а я этого не то, что делать не умею, я специально, специально обращаю внимание на какое-то говно в мой адрес, почему? Потому что это говно все очень любят по мусоли, то есть я это делаю осознанно, то есть я это делаю ради того, чтобы, например, в моем чате, в Телеграме, там, условно похайпиться, чтобы все писали какие-то комментарии, участвовали в спорах, в выяснении их отношений, это же интересно, ну у меня очень много людей сидит в моем чате в Телеграме, я мало знаю блогеров, особенно, типа блогеров, как я, такого формата, да, то есть я же условно не скандальный блогер, не новостной какой-то там паблик, да, ну как бы лайф, мамочка, там, туда-сюда, все по-доброму, путешествия, покупочки, и вот если говорить про блогеров, там, моих коллег, может быть, ну мне кажется, вот в плане трошачка в Телеграме, в чате, активности, ну я прям на высоких позициях стою, я не то чтобы этим горжусь, хотя в какой-то степени мне очень нравится то, что у меня всегда жаришка, у меня в чате очень интересно, я знаю очень много своих знакомых, которые сидят в моем чате в Телеграм, и им там реально интересно, конечно, это не что-то там классно-опознавательное, не знаю, с чем сравнить, это такое, ну типа разборчики, выяснение отношений, ну это всегда так интересно, всегда радуюсь тому, что не забываю, как водить, даже когда долго не сижу за рулем, я очень добрая, ведь я пропустила общественный транспорт, надеюсь, что я сделала хорошее дело, обычно общественный транспорт такие наглые, такие наглые, о чем я там говорила, что, во-первых, я все чаще замечаю, что я классная, что я реально классная, успешная, блин, я вот чувствую себя реализованной, конечно, не до конца и нет предела, и вообще у меня еще куча дел впереди, конечно, много чего хочется классного сделать, и вообще и шоу, и программы, и бизнес, ну то есть, это, знаете, какие-то там амбиции, дела, планы, но вообще по-честному я чувствую, чувствую себя очень счастливым человеком, особенно вот после рождения Ани, потому что рождение дочки и вообще рождение ребенка, ну и дочки, не буду скрывать, я всегда мечтала, что у меня была дочь, вот я, конечно, и о сыне тоже мечтаю, но вот это сделало меня настолько счастливым человеком, что вот мы со Славой даже обсуждали, что после рождения Ани нам очень многие какие-то проблемы, ну какие-то проблемы, все это кажется, во-первых, ерундой, во-вторых, все кажется таким неважным, ну условно, конечно, я так немножко преувеличиваю, кажется таким неважным, потому что у тебя есть ребенок, я понимаю, что многие, я сейчас понимаю, скажу, да пофиг, но ребенок, ребенок, он все равно вырастет, от вас уйдет, это вообще не надо делать ребенка центром своей жизни, но у всех по-разному, для меня вот это было таким прям, знаете, ну знаю, у меня есть слова муж, семья, ребенок, работа, машина, квартира, дача, ну то есть я действительно чувствую себя очень реализованным человеком, и наверное, поэтому я еще такая, ну вот как я себя ощущаю, счастливой, я на самом деле искренне хочу пожелать каждому своему зрителю, чтобы его мечты сбывались, чтобы его мечты реализовывались, и то, что для вас важно в этой жизни, чтобы вы обязательно к этому пришли, да, свои какие-то мечты, будь это вот сегодня мы говорили про свадьбу, да, была девочка, героиня, которая очень долго уже ждет предложения, и то, что она рассказывала, я слушала, ну в какой-то степени я думала, блин, ну как так, ты же сама рассказываешь, ты же, наверное, ну там со стороны послушаешь, или неужели ты не слышишь со стороны саму себя, насколько это ну вот то, что она говорит, знаете, мне так, конечно, хочется сказать, ты чё, уходи от него, это вообще, но я понимаю, что, во-первых, это неправильно, так неправильно, потому что у нас даже со Славой были в отношениях периоды сложные, были моменты, когда вот если бы я рассказывала что-то кому-то про наши отношения со Славой в какие-то не лучшие времена, мне бы тоже так говорили, ты чё гонишь, расставайтесь вообще, расставайтесь, потому что разные этапы бывают в жизни, и даже бывает, вот вообще, почему никогда, девочки совет, никогда, никаким своим подружкам, и мамам даже, не рассказывайте, ну, хотя, может, это неправильно, я всё равно всегда маме там что-то рассказывала, не всё, конечно, но делилось, не рассказывайте про какие-то сложные периоды в отношениях с вашим мужчиной, потому что сегодня это сложный период, а там месяц, два, а то и быстрее, у вас уже всё настолько шикарно, идеально, что вы вообще в шоке с того, что у вас были какие-то недопонимания, или всё настолько по-другому стало, ну, то есть, действительно, жизнь, она такая, а вы уже всем растребали, что у вас всё хи***, что у вас парень хи***, что он там вас не любит, что он там такой-сякой пятое-десятое, и просто ваши подружки, ваши мамы, они всё это запомнят и будут знать, что вот он такой хреновый, ну, понятно, что как бы мудрые там мамы, подружки, они понимают, что в жизни всякое бывает, и жизнь этой этапы так всегда, это нормально, мы сами тоже бываем такими неадекватушами, я бываю в том числе неадекватушами, я знаю, бывают периоды, когда я вообще, мне кажется, невыносима, для окружающих, для мужа, наверное, вообще бываю не выносим, но он как-то выносит такую женщину золотую, как я, короче, надо себя, конечно, любить, надо себя любить, и вообще быть счастливой, живём один раз, нет времени чего-то ждать, нужно быть решительней, сегодня девочка тоже рассказывала, героиня, какие-то, ну, я не буду рассказывать, потому что шоу потом, надо же, чтобы шоу вам было интересно посмотреть программу, в которой я снималась, но она рассказывала какие-то моменты, знаете, даже интимного характера, которые она себе решила там, ну, не то, что поменять, а просто по-другому, и она увидела, как вообще всё заиграло другими красками, и даже если говорить про какие-то, может быть, безбашенные поступки сексуального характера, условно, в какой-то степени где-то надо быть более раскрепощённым, может быть, я не то, что там сейчас на что-то хочу конкретное указать, или сказать, где как что надо делать, нет, но иногда добавить огонька в отношения, ну, то есть быть такой, как бы, решительной, не бояться, я к тому, что если что-то хочется, там, не знаю, какого-то огонька добавить, я не знаю, какой-то эротический танец может называть, то дерзайте! Это просто хочется к тому сказать, что иногда, может быть, у меня даже было такое, скажу по секрету, не про эротический танец, а про то, что просто были какие-то моменты такого плана, что я думаю, ну, блин, я, наверное, буду странный, или типа, какой-то такой секой, и вообще, типа, может, он подумает, что я вообще что-то, типа, хернё какой-то стреляю, что я удумала вообще такое, типа, вот этот страх может показаться какой-то, не знаю, безбашенный, и кажется, что я покажусь безбашенной в плохом смысле, по итогу, потом, когда ты решаешься, какой-то фильм крутануть, думаешь, да не нормально вообще, и в итоге, не знаю, огонёк какой-то в отношениях ещё зажигается, короче, я к тому, что жизнь, на самом деле, прекрасна, главное не болеть, следить за своим здоровьем, нам со Славой нужно обоим проходить супер-пупер чекап, Слава ещё, я рассказывала, на даче упал с лестницы, у него болит шея, я надеюсь, что ничего серьёзного, но, конечно, меня это настораживает, и я переживаю за него, конечно, вчера приехали с дачи, вот в такие моменты, тоже думаю, тут я молодец, мы вчера только приехали с дачи, я вчера всю ночь убиралась, помыть голову, всё, вот это вот, визжуха, лень, усталость, ну, всё, я даже вот это платье постирала, ну, понятно, потому что у меня было всё в печеньях, в каких-то детских, ещё в чём-то, плюс я в нём потела, наверное, на днюхину, как бы, а мне хотелось пойти в нём, надеюсь, я там хорошо выглядела, вот, то есть оно мне настолько, это платье понравилось, что мне бы хотелось запомнить себя в нём ещё на передаче какой-то, ну, не какой-то, вот, ну, вы поняли, я имею в виду, что хотелось именно в нём пойти, кушать охота, гулять охота, наслаждаться летними деньками охота, в ресторан охота, ой, мне нравится, как я выгляжу, знаете, я тут к чему пришла, что я как будто бы и не хочу никакие инъекции себе делать, с одной стороны, мне хочется как будто губы попышнее, быть более такой усовской прям, это жёсткое слово, ну, хочется быть такой прям крутой, чикс, чикс, так говорили в моей молодости, чикса, а потом я думаю, да нахер, типа, мне вроде так нормально, вообще, мне кажется, я прям хорошо выгляжу, да что со мной случилось, посидела в окружении прекрасных дам, поговорили о, не знаю, любви, а вообще о том, что нужно брать быка за рога, условно, условно, стендет слогу, любезь, ну, ничего, такой прекрасный, женщине, как я, дозволительно, хорошее настроение сегодня, сегодня выспалась, хотя я смотрела, у меня такие синяки были, сделала хорошее дело для своей профессии, снялась, чувствую заряд позитива, энергии, ещё осталось увидеть, что я ещё в кадре шикарно сидела и выглядела, только вообще, просто, ну, это я не скоро увижу, но, честно, я как-то и не парюсь, я не знаю, что со мной стало, почему, с какой стати, мне кажется, я раньше была такой закомплексованной, прям совсем недавно, как будто бы я ещё была такой закомплексованной, а сейчас я чувствую, что я клёвая, помните, я же совсем недавно с вами делилась и говорила, что у меня есть комплексы, мне кажется, что я самая неинтересная в компании, что я хуже всех одета, что у меня хуже всех макияж, прическа, то есть у меня было такое, знаете, чувство, что я, типа, очень уступаю там по тому, как я одета, причесана, просто по внешнему виду уступаю другим там девушкам в компании или просто вот какие-то, я даже не знаю, как это объяснить, то есть чувство, что я не классная, самое простое. Теперь я с какого-то непонятного перепуга почему-то изменила своё отношение к себе, не знаю, что произошло, но я действительно изменилась, я даже изменилась в отношениях со своим мужем, то есть я стала более какой-то, ну, я не знаю правильного слова, но, наверное, горячее, подходящее, то есть я действительно чувствую себя более горячей, то есть как будто бы все мои чакры, они вот молодцы. Девочки, подберите, ну, подходящее слово, у кого словарный запас вот тут, да, топчик, подберите, помогайте, выручайте, потому что я не понимаю, ну, вот как будто горячее, мне вот идеально подходит. Было у вас такое, что у меня был недавно такой период, когда я вот реально, ну, думаю, да я вообще не прикольная, вообще не прикольная, а сейчас думаю, да блин, какая прикольная, вообще, у меня такое сейчас настроение, я как будто сама себя убедила в том, что я еще более прикольная, просто 10 минут влога, какая прикольная, ребята. На самом деле, я хочу просто сказать, девчонки, вы все прикольные, вы все классные, мне очень хочется заряжать вас своей энергией, и хочется сказать, что просто будьте более рискованными, в чем, не зажимайтесь в себе, в компании, не бойтесь показаться странной, проявляйте себя, свое женское, я, короче, не знаю, развивайте свое женское, я, жизнь заиграет другими красками, потому что жизнь прекрасна, особенно сейчас, пока лето, сейчас еще осень, и уже так настроение немного портится, я просто, когда в этой жаре нахожусь, думаю, как меня достала эта жара, ненавижу, я скорее бы она закончилась, потом вспоминаю вонючую слякоть, снег безостановочный, холодрыгу, представляю, как надо одевать в миллиард просто всего ребенка, шапки, шмяпки, пока весь оденешься, сам весь потный, злой, ну все, у меня уже настроение упало, я пошла домой переодеваться, и даже не знаю, дальше что делать, но, блин, наслаждаться эту жизнь, наслаждаться, пожрать для начала, а вот и все, дальше наслаждение пойдет, так, я пришла домой, такая атмосферка была, Слава, с Анюткой здесь игрались, вот такой у нас теперь тут есть бассейн классный, все убираешь, 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 тут у нас часть закрытых игрушек, которые, надеюсь, мы начнем уже потихоньку смотреть, все у нас такое тут, знаете, разбросанное, не идеальное, меня это, конечно, злит, ничего поделать, короче говоря, ну здесь куча подарков, неразобранных, и хочется уже скорее их разобрать, чтобы убрать коробки, и чтобы уже во все это играть, но я переживаю, что типа переизбыток игрушек, это тоже нехорошо, короче, мы решили, что мы сейчас пойдем на улицу, пойдем до кафешки, любимой, времени у меня прям готовить, честные силы, не хочется на это тратить, времени нет, поэтому, наверное, что-то закажем, ну такое, потому что мы сейчас ходим, там возьмем, типа, цедр с курицей, например, это для меня легкий перекус, мне надо что-то, ну, мясо, рыбу, не знаю, что-то конкретное, Аня покормила творожком, ну и посмотрим в кафешке детское меню, что-нибудь тоже, я думаю, есть, можем заказать, хотя столько дел, думаю, так неохота куда-то идти, а еще нам нужно разобраться и каким-то образом с белой нашей коляски снять всю эту ткань, надо посмотреть, может, видео, не знаю, и это все прям замочить с средством, потому что она ужасно грязная, она прям желтая, типа, от крема, чтобы не сгореть, то, что мы Аню мазали, просто, ну, после Турции море, вы представляете, какое, прям жесть. Так, мы пришли в кафешку, Аня из куриный шашлычок с пюре, из детского меню, очень даже прикольненько. Послал суп куриный, вот Анюткина курочка с пюрешкой, я заказала себе тоже на пробу, просто у меня раззут, не пробовали здесь к меню, а пюре с наггетами. У Аня в руках курица, которая она сама ест, а я ее кормлю поре. У меня Цезарь салат, кстати. Давай к тебе. Что, лопатой как-то вверх? На. Штанец. Ага. У него нужно кормить трижды. Вот я тебе даю то же самое, давай, давай. Какой-то миленький. Такой животенький, милый. Какой-то погуляли, покушались на качелях, какого-то пили фурешки, как синовый. Осторожно, что его попутся, все же, все же, все же, все же. Куре, такой вкусный, я люблю куриады. Куре, я люблю куриады. Еще? Очень большая вилка для тебя. Может быть, неприятно. Смемя. Не хочется огурчик подавать? Пусть. Ты курочку давай прожуй сначала, не надо никуда идти. Что тебе не нравится? Скажи, Аня. Как хочется. Кто ест? Лошади. Жираф. Жирафа. И Аня. Ну, попробуем, что там за наггетти такие. Летчупенька дает. На. Теперь мы пришли в песочницу. Аня играет с песком. Ура! Только в глазки себе не кидай его, пожалуйста. Как Анюта в песочнице сидит? Все, поиграла в песке? Пойдем. Пойдем отсюда. Иди к папе, обними папочку. Где твой папа? Лови. Там дырка. Куда бежишь? Тихо. 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 Так, ребята, мы пришли домой. Ой. Фух. Аня, у меня тоже такая жалза. И, наконец-то, мы начнем открывать Анюткины подарки. Смотрите, как красиво упакованный подарок. Сейчас я уже не помню, какой подарок от кого, именно, ну, в обертке особенно. Какая красота. Не помню, но у меня есть фото, видео, если вдруг не подписаны, поэтому я все равно смогу увидеть, кто какой подарок подарил. Потому что на кодках видно, как кто-то дарит подарки, но не все. А еще у меня был виш-лист, и там видно, кто что забронировал и кто что планировал нам подарить. Я уже не помню, что мы там хотели. Ань, все подарки для тебя выбирала я. Можно сказать, я решала, а то ты будешь играть. Я уже вижу, что это. Класс. Это полярка для кукол. Возможно, она еще большая. Аня. Ну, сейчас мы это и нужна. Можем сюда посадить твоего медведя, что-то делать. Зайца, кого пожелаешь? Вот классный подарок в виде пляточки. Ань, посмотри. Мама, мама. Хи-хи-хи. Покатай меня, мамуля. Как здорово. Ань, покатай свою веточку. Пупсику свою. Покатай. Вот такой классный подарок. Надо глянуть, я не помню, что это планировал нам подарить. Но как минимум в одной коробке и все. Ура! Нифига, крутая, Ань. Ё-моё, стоя, пьешь, мам, дорогая. Вы мне посмотрите. Будешь лярю катать? Ну да, но я, конечно, еще великовато. Высоко. Садись на свой мешок. Люблюсь в это время, Ань, интересно, что здесь. Мне вот очень. Как мне нравится, что все так упаковано, потому что в основном все, ну, такое, наверное, с маркетплейсом. По крайней мере, я ссылки оставляла на маркетплейсы подарки. И, понятно, оно приходит просто вот в картонной коробке, как вы сейчас видели. И, конечно, мило упаковать, но я считаю, это прям здорово, потому что обертки вот эти вот, они добавляют ну, реально классного настроения. Поэтому, если вы думаете, упаковывать подарок в оберточку красивую, заморочиться или нет, ну, мне кажется, это того стоит 10 лет. Потому что выглядит это действительно очень классно, и поэтому мне все так комфортно было от того, что у нас дома такие коробки, потому что они красивые. А я тут уже некоторые обертки рвала. А еще я знаю, что довольно-таки волнительно бывает что-то заказывать в маркетплейсе, потому что может прийти коробка где-то, что-то мятая. Всякое бывает, проходи! О, я знаю, что это. У нас такая ситуация, но все. Короче, у нас в Вишне Стея был подарок, так просто, что нам его подарили, можно сказать, в два раза, но в разных видах, поэтому показываю. Это подарок от Насте, которая у меня девочка-монтажер. Вот. Апта! Я так не хотела. Еще от, получается, Аниного дяди, Ярика, получается. тоже должен быть подарок, только, ну, качалка, но не овца, а, короче, мамонт. А вот этот бассейн, это от родителей Славы, это тоже у меня был вишний стерк. Ань, какая милота, глянь. Да не, нормально, короче, когда мы думали по поводу этой овцы, мама с Лавой, мы с ней общались, просто по поводу, что-то вот, нужна ли нам такая овца, потому что там фотки покупателей были так себе. То есть эта овца выглядела такой, знаете, прям потрепанной. Ну, короче, и мы вроде как решили, что лучше не овцу, а мамонта. Потому что эта овца на фотках покупателей выглядела так себе. Ну, сейчас смотрю, вроде миленько. Давай. Садись на овечку. Ани, белорожка, подожди, немножко, ты меня, немножечко, подожди. О, ну, что-то свалилось. Классная овца. Очень милая овечка, спасибо большое. Но она нам тоже пока великовата. Ну, я думаю, что еще чуть-чуть, сейчас Аня более уверенно еще будет ходить, и вообще класс. Поэтому мы сейчас что-нибудь поставим. Она будет очень мило. Любишь ты этот мячик, да? Ну, что-то. А еще сложилась такая неловкая ситуация, из-за которой я немножко грущусь. Сейчас я понимаю, что я дура, мне нужно было по-другому отреагировать на этот подарок, но в силу, наверное, возраста, я не такая там мудрая, не всегда умею быстро сориентироваться и правильно как-то ответить или как-то себя повести. Ну, что сказать, молодая я еще, молодая. В общем, наши организаторы, Анна, что же дурналась? Наши организаторы подарили нам прямо на празднике для Анюты платье. Когда они его дарили, они такие открывают, я здесь вижу платье, которое точно такое же я уже Ане заказала и взяла с собой на праздник. Интересно, оно больше по размеру или такое же? Ну, короче, они не знали, что у нас есть такое платье, я вообще могла условно сыграть, ну, не то, что удивление, я и так удивилась по правде, но я просто могла поблагодарить и все, и потом Анютка бы вышла в это платье и никто бы ничего не понял и просто бы все радовались, какое милое платье. А в итоге я такая, ой, у нас точно такое же. Ну, короче, я вступила. Интересно, что по размеру? Короче, я могла бы отреагировать иначе. Я думаю, нашим девчонкам, организаторам было бы супер приятно, потому что они бы подумали, что... Короче, они как бы и классно ответили, то, что у нас просто мысли схожи, такие прикольные, но я просто потом уже подумала, что если бы я им ничего не сказала, они бы и не узнали, по сути, какое у нас, что у нас точно такое же платье. просто я накануне буквально нашла такое же, ну, вот это же платье на маркетплейсе и заказала, потому что оно идеально вписывалось в наш праздник. Так, ну, коробка такая, конечно, красивая, красивая. Вот, так что у Ани теперь два таких платья. Ну, вот интересно по размеру, потому что как будто вот это больше, если честно. Ну, в общем, не знаю, но теперь это повод его куда-нибудь еще нарядить. Это Майберт. Мне понравилось, как это выглядит, но, опять же таки, я думаю, что для Ани это пока рано. И мы могли бы оставить это в коробке, что, возможно, было бы правильно. Но, я думаю, там все равно какие-то магнитные штуки-други есть, поэтому посмотрим. Пока что Аня не понимает эти игрушки, которые мы сейчас открываем. Они для нее пока не самые интересные. Для нее интереснее вот эта хрень от ручки. Ань, там на балконе столько кукол всякого японого. Так, тут нам нужен твой опять. Другой все собирать. Мой зоя, там хуже. Да, маму не идет. Да, я тебе сделаю. Там нет ничего, видишь? А мама тебе что сделает и там что-то будет. Ты молодец, ты молодец. А вот это надо, котуля. Ты давай уже заканчивай с этими, собственно. Что из нас вчера на даче с самого англори? Ну, тут столько деталей, поэтому дождемся Слава. И потом покажу. Алло. Алло. Что-что? Алло. Алло, вы звонили два раза. Ага, ничего. Люблю, когда так. Ну, когда нормальные люди просто реально ошиблись с номером, говорят, извините, я ошибусь с номером. всякое бывает. Ааа, мамма миа. Я понял, что это. Это тоже было в списке нашего миш-листа. Разрывай! Разрывай! Какие силы! Ааа, блин! Это каблет, стол и стул детский. Аня сможет за ним сидеть что-то делать. Не знаю, будет ли она сидеть за ним что-то делать. Да, столько всего у нас, конечно, для ребенка. Скорее бы, закончить ремонт на даче, чтобы что-то туда отвезти и там этим пользоваться. Скорее бы, закончить ремонт в квартире, чтобы там уже все это расставлять. Ань, что ты творишь? Что ты творишь, Ань? Открываем! Скололас! И что далее? Какой план? Опа! 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 Где Слава? Я уже у вас спрашиваю. Тут столько дел для него. Какая прелесть. Вот и стол. И вам кто-то подарил. Потом расскажу, когда мы уже все это поставим. О, этот стол еще можно регулировать. Так, и это все застыкаем. Здесь я вверху это не то. Мне кажется, мелкие ножки это для стула. Здесь мелкие, они длинные. Мы тут, конечно, устроили. Ну да, я ножку неправильно выкрула. Тула. Тула. Играет музыка. Высоко сижу, далеко не вижу. Блин, Ань, давай уже дорастай до всех этих игрушек. И получается все это велико, то что мы сейчас смотрим. А что вот подарить? Вот такой возраст промежуточный. Уже и маленькие игрушки не интересны, как будто бы. А большие какие-то вот такие тоже еще рано. Мне кажется, это так быстро сейчас произойдет. Ну да, стол выглядели прям. Еще и острые углы. Не, не острые, ладно. Выглядит мило, да? Ань, сюда можно и сокровища складывать. Ходи. О, Аня теперь есть. Вот такая кукелька. Ань, не хочешь свою малышку прокатить по дому, а? Или посидеть, поработать за своим рабочим столом. Он ее велик, правда? Это для нее? Это для куколки. Это коляска для куколок? Коляска для кукол. Чтобы Аня возила свою кукольку. Что еще мы открыли? Вот такая овца. Вам сюда не поместится? Папа? Папа. Папа не хватило с лестницы упасть? Ты еще с куколки и коляски? Какая это, классная овечка. Ань, это и классная овечка. Что-то я подустала эти три коробки открывать. Ну, четыре. Ой, там еще вон мольберт ее. Но его я без тебя не стала раскрывать. Ну, я его открыла, но я поняла, что я его не соберу сама. Сейчас соберу. Господи, сколько же у нас всего? Мама Мия. Собирай. Ань, а я сейчас принесу более интересные для тебя подарки в данный момент. Потому что эти классные, но они такие масштабненькие. Ты лучше бы свою куколку повозила. Ань, смотри, как мама делает. Вот, мама пошла с куколькой. Немножко сумасшедшего дома в ваш дом. Включай. Включай, бери, иди. Ты сама везешь. Моя кукла, не моя. Мольберт со стульчиком. Мольберт со стульчиком. Кто там должен что-то? Ань. Можешь ты мольберт? Так, не знаю. Мне кажется, будто бы грустно все открывать. Сейчас все открывается. Платица для кукелька. Наши друзья Настя, Фед и Аркаша подарили Ане велосипед Дуна. Дуна, который. Вот, подарили. То есть, это их был главный подарок классный. И еще Настя предложила мне, чтобы они подарили нам такой подарок для Анютки. Еще до того, как мы вообще организовали весь день рождения, до того, как сделали весь шлист, приглашение. Это у нас было вообще заранее. Я говорю, да, давай, классно, потому что мы хотим такую штуку. Мы бы сами ее в любом случае приобретали. И классная штука, только мы забыли ручку от нее на даче, но мы заберем ее скоро, потому что мы все равно поедем. И еще Акаша недавно летала во Францию и вот такое платье милое привез для Анюты. Так что безумно приятно. Интересно, что тут по размеру? 96-й. Сейчас мы Ане 86-й берем, так что как раз... Ань, вот тебе, вот, на. Ай, не надо. На. Тебе платье подарили? Маму, папу. Да. Скажи, бонжур. Вот этот подарок нам подраз... Подразили. Этот подарок... Нас подразнили. Этот подарок нам подарили Сережа и Ксюша кутовые. Так что смотрим. Вот, дальше подписали. Ань, я не знаю, что здесь, но, наверное, что-то из одежды. Тут очень красивая упаковочка. Анечка сейчас сама откроет. Я бы как всегда загранила коробки в фильме. Но... Кто? Папе открыть. Давай, папа откроет. Ну, папа очень далеко. Анюшка, смотри. Это же бёрбери. Это же бёрбери. Ай, ты глянь, ничего себе. Аня, это твоя первая брендовая вещь. У нас ещё не было ничего такого. Так, а что по размеру интересно? А, 92. Это на два годика написано. Два и Грек. Наверное, два года имеется в виду. Спасибо. Ну, посмотрим, но это супер. Прям супер, потому что, конечно, такую красоту приятнее носить, когда ребёнок постарше. И реально может в этом классно ходить. Ну, сейчас Аню я в основном наряжаю постоянно в футболке, в шортике. Как будто мальчишку, потому что всё-таки она бегает. И ей так удобнее. Что-то пытаюсь по размеру понять. Ну, да, наверное, 92 сантиметра написано. Очень красивое платье. Спасибо, ребята. Вообще. Ну, прикинь. Ой, красота. А у тебя это что такое? Это там же было? Это магнитики? Да. Так, это к нашим нарядам отправляется. Это, не знаю, если подписано от кого. Ну, потом, в любом случае, мы сможем посмотреть, если что. Либо спросить у гостей, может быть. Вряд ли, может, прям спрашиваю. Здесь книжка, скороговорки, считалки и игры для развития речи написано. И ещё вдруг где-то подписали, например, чтобы мы могли точно знать от кого. Прикольно. Класс. Книжка со скороговорками. Не помню, от кого это. И тут не подписано. И вот такая штучка. Базовый курс школа семи гномов. Система домашнего обучения. Тут книги, развивающие игры. Мы пока это открывать не будем, чтобы всё не разлетелось у нас, как всегда, по-жимому, домом. Но будем иметь в виду полезные подарки. Это всегда класс. Спасибо большое. Анечку, спасибо. Так. Тут подарок, мне кажется, от бабушки моей. Мне кажется, что да. Ну, может быть, я потом переспрошу. Здесь вот такая куколка. Ничего себе. Ещё и звуки издаёт. Ань, вот тебе и куколка для твоих этих. Так. И здесь что-то, какое-то платье. Милое платье. Какая морячка. Тоже 92-й размер. Гляньте, какая прелесть. Ну да, оно тоже такое, конечно, на вырост. Я думаю, может, на следующее даже лето. Красиво. Спасибо, бабуль. Так. Ань. Ты посмотришь на твои. А-а-а. Кукелька, будем открывать от прабабушки? Мама, мама. Вот это классная кукла. Мне нравится она такая. Её можно прям обнять. Мама. Обними, куколька. Обними, куколька. Оп. Обними, куколька. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты любишь? Ты любишь кукеля? Ты чего его на прогибке? Кукеля своего. Мама, мама. Она что-то говорить должна, Ань. Мама. Ты меня любишь? Мамочка. Мамочка. Да. Вы маленький. Ты моя малышка. Какая куколька. Да, я тоже малышка. Ой, какая девочка у тебя хорошая. Мы вас поздравляем с такой хорошей девочкой. Так, вот это подарок от Ани Хелькевич. Так, мне кажется, вот это мы, наверное, сюда засунули, чтобы дотащить. Это, мне кажется, от кого-то другого. Но не подписано. Хотя я могу, может быть, даже и догадаться. Но пока займёмся этим подарком. Так, здесь довольно-таки большой такой подарок. Здесь есть зайка. Ань, смотри, какой зайка. Аня, вот. Вот так Аня жаждет подарков. Сейчас мама тебе его освободит. Аня, смотри. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Здесь какая-то классная доска. Двусторонний интерактивный планшет для рисования. Вот. Блин, прикольно. Я думаю, что мы это тоже пока открывать не будем, чтобы все эти детали не разлетелись. В этом хаосе, который у нас сейчас здесь. Но обязательно потом будем играть. И тут книжками ещё. Так что спасибо. Этот зайка отправляется прямиком в этот бассейн. Ань, смотри, какой займий. А? Его можно кукельки туда посадить, коляшку. Для пакета этот сюда. Быстро. Что-то тут есть ещё. Да, как мило. Даже подписались. Вообще подписывайте. Всегда подписывайте. Свои подарки. Тут какое-то очень красивое платье. Смотри, какое чудо. Сразу интересно размер глянуть. Так, 3А написано. Не знаю, что это. Может, на 3 года. А, 3А это 94 размер. Так что, Аня, следующим летом, а то и раньше. Я не знаю, как ты будешь расти сейчас. Вот такой вот стоит. Круто. Очень красиво. Спасибо большое. Кула-пам! И здесь какие-то, то ли, карточки. Сейчас посмотрим. Мне кажется, какие-то карточки. Сказки. Так, здесь русские народные сказки. 20 карточек, 20 сказок. Какая прикольная коробочка. Аня! А что там за фломастеры? Покажи, как они рисуют. Только на этой штуке или везде? Везде. Убирай. Убирай. Это для ребенка постарше. Короче, здесь вот такие вот классные коробочки с карточками. Карточками сказками. Мои первые слова, русские народные сказки. В общем, супер. Всегда пригодится, особенно где-то в дороге, такие мобильные, удобные. Малышечки. Еще один наш наряд. Нашим нарядцам. Не стирает? Порвалась. Да ты что? Вон, и тут порвалась. А как это? Может, это какая-то щитная клеенка? У Ани новая классная игрушка, раскручивать стул. Ну что, надеюсь, это защитная пленка? Потому что иначе это кипец. Выглядит как защитная пленка, Зай. Не может она так легко рваться. Почему-то она слазит очень неохотно. Ну что Аня снимет потом? Помогай, папочки, снимай пленочку. Фломики сразу убираем куда-нибудь. А, ну да. Ну все, слава богу, ты меня напугала. Сам испугался. Ты что, умеешь рисовать? Я, конечно. Ты что думаешь? Думаю, не умеешь. Ты думаешь, я 11 лет в школе просто так рассидел? Круто. А тут еще смотри, вот так хоп. И язычок. А еще вот, а вот тут еще вот так хоп. И дальний язычок. Колокольчик. Лучше пусть Аня шестит. Воображением своим. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Аня тоже хочет рисовать за Ай. Помоги ей лучше. Ань, давай. Будь ее проводником в мир рисования. Давай другой, другой мастер. Ань, давай этот красный откроем. Ты держи. Но она сейчас по всему этому разрисует. Я... А мне грустно, что здесь фломастеры настоящие, типа, ну... Мне тоже грустно. Почему бы не сделать? Сейчас она тебе в шорты рисует. Ань, папа тебе помогает. Учит тебя. На, вот так. Вот так рисуй. Оп, оп. Ух ты, Ань, ты что рисуешь? Ух ты. Интересно. Расскажите про свои эмоции. Уже испачкалась. Все, забирай. Спасибо за подарок. Мы его убираем. Есть тут что-то интересное с этим Эльбертом, что... Да, еще есть магнитики. Вот, магнитики любое дело. Пусть магнитиком играет. Давай маме отдадим фломастера. Оп, оп, оп. Смотри, как все стирается. Оп, оп. Оп, 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 оп. А теперь смотри. Ну, что-то магнитики есть, а? Три. Еще три. Четыре. Я что-то думала, что это такая, типа, магнитная рисовашка. Доллар, евро, поделить, умножить. Ну, по крайней мере, магнитик тоже прикольно будет приклеивать. Не знаю, о чем будет думать Анютка, когда будет этим всем играться. Вот только равно мне не нравится, которое можно сожрать. Так-то все можно сожрать. Ну, равно по одиннадцать палочек. Единичку тебе и как. Ну, да. К какому выводу я прихожу в этом своем материи? У нас очень много того, что ребенку, на самом деле, мне кажется, не нужно. Мне хотелось бы говорить об этом в ключе, когда мы раскрываем подарки, подаренные на день рождения. Но если говорить серьезно, это же мы сами, как бы, попросили условно такие подарки. Я понимаю, что... Ну, нет, я всегда надеюсь. И, на самом деле, так и выходит со временем, что эти игрушки потом оказываются очень даже в тему. И Даня в них играет, ими занимается. И мы находим им какое-то интересное применение. У нас очень здесь много всего становится. Это что? У нас есть еще вигвам, который нам... Кто? Вигвам. Шалаш. Давай мне эту. Не, не дает. Нет, она не приклеивается. Или она тоже приклеивается? Ать! Убегай, убегай. Тебе разорилась, колдаска? Короче, ладно. На чем мы там остановились? Уже время, ничего себе, почти девять. А у нас тут еще полным-полно всего. У меня уже заканчиваются силы на эти разборы. Посмотрим, что у нас тут еще. И покажем, что у нас на балконе, может быть, закончены наши игры. Бриллианты Якутии, паспорт ювелирных украшений. Мне кажется, это от моих жадей и тетей. Что-то такое мне то ли мама говорила, я уже, честно, не помню. Здесь маленькие сережечки, гвоздики, я так поняла, для Анютки. Очень миленькие такие, прям красивые, нежные. Так, видите? Очень красивенькие. Но мы пока не планируем, Аня, ушки пробивать. Пробивать, да. В любом случае, оно будет лежать и ждать своего часа. Ой, я вот только позавчера об этом думала. Я думала о том, скорее бы у нас уже на даче закончился ремонт, чтобы мы там на какой-нибудь деревяшке условно были, могли бы ее рост замерять. Вот это вообще классно. Как здорово. Мне нравится! Потому что реально вот думали прямо об этом. Так, только нам надо еще взять с собой, изначально отмерить правильно, потому что, видишь, оно начинается с 70. Так что класс! Спасибо большое! Мне нравится! Очень хорошая вещь. Особенно мы вообще не понимаем, какой у Ани рост, если честно. Класс! Повесим! Я думаю, Ань, какой у тебя рост? 70 с чем-то? 75? 80? Чтобы эту штуку повесить правильно, а потом уже Анютку прислонять. Я вот думала, где делать обзор подарков, типа в сторис или на влог. Я понимаю, что намного интереснее на влог. Сторис пройдет. Так, ребята, уже не знаю, какой день мы продолжаем открывать подарки Анютки. Мы только что открыли просто невероятно милую, хотел сказать, карту. Ну, короче, алфавит. Вот что-то мне пришло туда, что тут карта должна быть. Здесь просто невероятно красивый алфавит. Мне кажется, для наших друзей, Наде и Леши. О, кстати, тут еще в ткани это все было, Заяц. Открываем? Да, открываем. Сейчас вам покажу алфавит красивый, пока ребята тут открывают. И еще вот в такой коробочке тоже был алфавит, но карточки. Пойдемте смотреть. У нас тут вообще капец, какая красота. Сейчас я вам расскажу, что у нас тут новенького, потому что что-то мы открывали уже вне камер. Вот это вы видели, Слава собрал. Тут есть вот такая куколка. Эту куколку подарили родители моего отчима. Вот, еще была игрушечка мягенькая. Анютка прям в восторге от этой куколки, потому что для нее есть соска, горшок. И мы с Аней уже кормили эту куколку, там еще ложечки у нее есть. Вот такую куколку, другую, подарила моя бабушка, ну вы видели. Вот, они тоже разговаривают, мы еще не всех настроили. Короче, болтушки. Так что, у Ани тут целый детский сад. И, значит, алфавит, про который вам говорила. Просто невероятной красоты. Мы пока не знали, куда его повесить, и придумали отличное, как мне кажется, место. Потому что здесь у нас обычно стоит алкоголь на фоне, его видно. И лучше пусть такой алфавит стоит. Просто нереальная красота. Еще подарили Анютке вот такой пылесос. Так что она теперь мамина помощница. Она пока, он ей тоже пока велик, но я думаю, что вот вообще. Скоро все это, о боже мой, будет как раз. Что? Так я знаю. Это качалка, которую подарил Ярик, брат Славы. Я уже рассказывала эту историю, что так уж вышло, что Настя заранее купила подарок. Настя, который девочек монтирует. Заранее купила Ане ту овцу. И только потом увидела в вишлисте, что там тоже была такая овца. Но из хороших новостей, мы с твоей мамой решили, что мы не будем брать овцу. И выбрали вот этого мамонта. Поэтому у нас будет два разных товарища. Зай, держи Аню. Зай, держи Аню. Держишь ты ее? Ань, дарите нам этот скалодром какой-нибудь. У нас скалолаз. Ну открывай, я хочу на этого мамонта запрыгнуть. На одного мамонта я уже запрыгнула. Как обычно, детям больше нравится коробка, нежели содержимое этой коробки. А еще мы приглашали на день рождения Аню и Щук и Диму, ее мужа с детками. Вот, но, к сожалению, у них не получилось прийти. И Аня мне написала, что они собирались к нам прийти, купили подарок, но не получается. Вот такой вот подарочек подарили. Прислали нам домой, за что им большое спасибо вообще. Очень приятно. Жалко, конечно, что не пришли, но надеюсь, в другой раз увидимся. Будет еще повод. Здесь у нас подарочек от Леры Фоминой с мужем. Тоже подарили нам классную кусью. Анютка у нас просто обожает все, что связано с какими-то вот такими детальками. Кухня, кетчуп и соусы. Просто она обожает это все, поэтому надо будет тоже собрать. Мне кажется, что мы, в принципе, все подарки разобрали. А еще я давным-давно Ане заказывала вот такую мини-кухню. И она все это время у меня лежала на балконе, мне кажется, несколько месяцев. Прям много, то есть даже не два месяца, а дофига. Так, Анют, вот такой вот у нас получился мамонт. Теперь у нас есть и мамонт, и овца. Огромная коробка с мусором. Да, Аня. Аня уже бегает по дому вовсю. Так что вот такая здесь уютная супер-пупер атмосферка. Аня, иди сюда. Быстрее, быстрее. Быстрее. Вот так вот, шустрик ты мой. Я ей сейчас раскрыла ту маленькую коробочку с кухней, которую я ей заказывала. Потому что мне надоело, что на балконе все это хранится. Мне хочется вообще дома порядки наводить. Избавляться от ненужного. Вот, так что Аня тут просто рай для игрушек, для детей. Что-то убрали пока на балкон. А еще хочу вам показать постельное белье, которое я заказала из Тогас. Я вообще кучу всего заказала нам из Тогас. Это вот такая наволочка. Это для нас, для нашего взрослого белья. А вот такое детское постельное белье. Я просто решила поменять нам подушки, одеяло. Но одеяло у нас хорошее. Но из-за того, что постельное белье... Короче, у них там постельное белье для одеяла побольше. И наше будет просто там теряться. Вот. Короче, красота. Тоже надо это раскрыть, все постирать. Это я заказала прям накануне Аниного дня рождения. Не надо, Анют, не дергай. Не дергай. Уже уронила пылесос. Аля, ты зачем на него залезаешь? Ань, ну вот можно узнать? Вот это зачем надо? Я не пойму, ей-богу. Ты мой ползунчик. Задай, мама откроет, покажет, как он тебе постельное белье будет красивое. Слезай давай быстро. Иди, КТ, покажи нам. Покажи, где твой КТ. Ну что творит-то? Ай, ай. Принеси нам КТ, немедленно. Короче, накануне дня рождения Ани я решила, что хватит это терпеть. У нас были ужасные подушки, которые просто уже не какущие. Качество, конечно, приятное. Но поскольку я на этом всем не спала, не могу сказать, насколько вам. Все понятно, надо постирать. Ай, какое чудо. Такая вот наволочка, наверное. А, ну наволочка вот. У-у-у, грязи-та. С львом. И мальчиком. Такая вот наволочка. Я еще подушку Аня заказала. Ну надо же постоянно походить почему-то, а? И вот такая простинка. Вот. Вот такая красота. Так что мы это относим на стирочку. Так вот, заказала нам новые подушки. Аня заказала подушку. Я ей заказала одну подушку просто с Marketplace. Она довольно-таки прикольная. Ну просто детская, мягкая подушка. Конечно, кто-то скажет, ой, не нужна детям подушка. У нас Аня просто обожает. Подушки она обычно наша отжимает, когда к нам перелезает. Я ей заказала свою личную подушку. И вот эта подушка вообще не очень-то дорогая была. Ну я не знаю, типа две с половиной тысячи может быть. Вот. А еще у Ани есть вот здесь подушка. А вот эта подушка уже от Togos. И она стоила нормально так. Но она чувствуется, что лучше. Скажу честно. Не помню, сколько она стоила. Ну типа больше, мне кажется, пяти тысяч, шести. Ну тут типа наполнитель более какой-то классный. Хотя и та, и та подушка прикольная. Вот наши подушки. Она такая прям, вот ты кладешь голову, и она прям принимает тебя в свои объятия. Ань, что там? Что там? Виву не трогай, Виву не трогай. Иди дальше, Ань, пошли. Пойдем, пойдем. Вот так. Это очень забавно. Ну, Аня не пристает к Виве. Мне кажется, просто Ане пофиг, потому что она с самого рождения с Вивой. Поэтому нет вот того, знаете, как дети обычно реагируют. Гуляли мы тут на детской площадке. И просто одна девочка с ума сходила, бегала вокруг Вивы. У Вивы чуть сердечный приступ не случился. Анют, пойдем со мной, малыш. Анют. Мама тебя ждет, кстати. Пойдем. Пойдем. Тише, тише. Не разгоняйся так быстро. И смотри под ноги. У меня уже сейчас сядет камера, и это хорошо, потому что надо заканчивать этот влог. Но напоследок хочу вам показать еще нашу постель, и вообще его раскрыть, и как-то постирать. Давай, давай. Вот сюда поворачивай. Вот так. Девочки, уже не знаю, какой день, ну да ладно. Закончим этот влог. Наконец. Мне кажется, все подарки разобрались, тех, которые у нас сейчас были дома. Знаю, что к нам еще придут подарки. Сегодня один подарок придет, еще один ждем. Вот такая классная детская кухня. Потом обязательно сделаю вам на нее обзор. Анютке нравится, она прям подходит. Что-то делать понятно. Она пока, может, не все понимает, не может полностью как бы играть в нее так, как надо. Но классно. Подвинула ее стеллажи, чтобы туда вставить кухню. Ну, короче, такая вот здесь уютная атмосфера. Я вчера до трех часов ночи разбиралась в шкафу. Смотрите, сколько всего я собрала. Ну, наверху прям много мусора, а вот это вот то, что внизу, не считая тех черных пакетов и коробки, это все я собрала как бы хорошее, нормальное. То, что мы планируем отдать внизу, не знаю, консьержи. Может, они заберут себе или кому-то отдадут. Я тут наводила порядки, как я это периодически делаю, потому что засирается все жутко. Все разложила. И красота. Ланя смотрит у меня за мультик и ест яичко, потому что я в этот момент занимаюсь омлеткой. Что-то мне кажется, у меня тут горит. Ой. Ой. Ни в кем не бывает, да, девочки? Ладно, ничего страшного. Здесь у меня вообще трындец. Я решила постирать нашу коляску, и теперь у меня с одной стороны белая, с другой стороны... Нет, она не белая вообще, она с одной стороны серая, с другой стороны грязная серая, а она раньше была белая. Я не знаю, что делать. Наверное, реально есть смысл отдать химчистку, как мне уже предложили. И здесь тоже вчера разбиралась, как обычно, просто, чтобы все красиво стояло, лишнее выкинуло. Так что, пока я молодец, все, на этом с вами прощаюсь. Пока!